Наука в Латвии живет и даже способна не только разрабатывать новинки, но и производить их, да еще и с использованием пока редких у нас в Латвии нанотехнологий. Специалисты Института инновативных биомедицинских технологий выпустили в массовое производство уникальный биомедицинский продукт. С разработками ученых познакомилась наш корреспондент Татьяна Коваленко. Не сразу поверишь, что в этом флаконе может уместиться небольшая свекла, а точнее сок, полезный для профилактики и лечения малокровия, сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с желудочно-кишечным трактом. О пользе свекольного сока известно давно. Только вот употреблять его в чистом виде бывает даже опасно. А об этом знают не все. Специалисты Института инновативных биомедицинских технологий разработали препараты свеклы, взяв у нее только самое нужное для организма. Впервые жители Латвии получили возможность пользоваться биопродуктом на основе нанотехнологий. Мы разложили по молекулам, по полочкам весь продукт, убрали лишнее, убрали вредные вещества и сконцентрировали в одном флакончике большой объем сока, который не каждому нравится, вызывает какие-то побочные явления и всякое прочее. Производители свеклы перепробовали различные сорта этого овоща, пока не остановились на одном единственном, но каком предпочитают умолчать. Это может быть небольшая тайна, которая есть один сорт, который лучше всех подойдет. Это довольно распространенный сорт, это можно и купить просто свеклу в магазине. Список биомедицинских препаратов Института одним этим средством, конечно, не ограничивается. В проектном портфеле числятся уже 60 различных препаратов. К производству готовится еще 12. Их главная особенность – все они произведены на природной основе. Достаточно заглянуть на склад сырья – огромные мешки, наполненные целебными травами, к качеству которых институт предъявляет высокие требования. Каждый продукт имеет научно доказанную эффективность. Мы единственная организация в Латвии, которая позволяет себе на упаковках писать продукт с научно доказанной эффективностью. Институт инновативных биомедицинских технологий существует уже 10 лет. И как частное предприятие никакой государственной финансовой поддержки не имеет. Разве что моральную, когда чиновники хвалят за очередную удачную разработку. И только в прошлом году институту удалось объединить науку и производство под одной крышей. В этом уже помог город в лице Рижской думы, предоставивший в аренду здание бывшей школы. Мы всеми силами поддерживаем предпринимательство и будем это делать, потому что это сук, на котором мы все сидим. Потому что это бюджет, это деньги, которые так необходимы и которых нас лишает на сегодняшний день правительство. За прошлый год институт биомедицинских технологий не только увеличил свои научные и производственные мощности, но и расширил штат сотрудников. Здесь заняты 30 человек. Семеро из них доктора наук. К некоторым проектам ученые привлекают студентов и даже школьников. Главное, говорят работники, чтобы продукция института была доступна большинству людей. Татьяна Коваленко, Олег Горячев, Айнерс Крауклис, Первый Балтийский канал.